всем привет друзья вы на канале sky top games и это свежий выпуск новостей мира за айл эврима ну а перед началом нового видео я бы хотел как всегда отблагодарить всех спонсоров на своем канале за вашу месячную подписку спасибо вам друзья за вашу поддержку и так начнем многие любители игры давно ждут выхода 4 обновления в основную ветку эврима до много в последнее время было проблем с тестовыми серверами черный экран при загрузке и входе на сервер из-за этого тест патч разработчиков система диеты нового динозавра пахицефалозавра растянулся аж на целый месяц много усилий было потрачено на поддержание стабильности серверов виной всему послужили различные сбои и краши на серверах linux но почти больше недели приложенных усилий в устранении неполадок привели к ожидаемому хорошему результату сервера стабильно работают и несмотря на всю невозможность игрокам зайти в игру и насладиться атмосферой эвримы команда не покладая рук усердно занималась и занимается будущими обновлениями в игре сейчас нам привнесли новые дополнения к системе запахов полностью готового пахицефалозавра как я рассказывал вам в предыдущих новостях разработчики готовят нового игрового динозавра траадона кстати он уже готов на 50 процентов и на своем стриме разработчики показали нам даже уже игру за него да конечно у него отсутствует большинство механик но кое-что мы уже с вами можем оценить также команда продолжает работать над пятым обновлением гнездования и помните я вам говорил что скорее всего пятое шестое обновления поменяют местами нет скорее всего все так и останется как указано на дорожной карте кстати ссылочки на нее будут все в описании ну что же давайте я вам немного на минуту оставлю видео со стрима разработчика и мы дальше продолжим ну а для тех кто хочет больше узнать о траадоне ссылка в описании на прошлые наши новости где я в принципе подробнее рассказал о нем также нам уже успели в официальном дискорде показать концепт арты скинов будущих игровых динозавров барионикс и на хирус анкилозавр и акроконтозавр и прошу заметить господа что скорее всего в будущих обновлениях эти динозавры будут выходить совместно дабы не нарушать баланс игры я бы мог сейчас долго разглагольствовать на тему какой акра типа неуклюжий и убогий пельмень анкилозавр или барионикс вообще кослявые сардельки но это уже мнение каждого ведь художник здесь примерно наглядно показывает нам как они смогут в будущем выглядеть в игре мое дело всего лишь пока что показать и рассказать о будущем игры многие в комментариях и на стриме меня спрашивают sky когда будут люди в игре вроде как обещали с восьмым обновлением но недавно разработчик дал краткую инфу что скорее обрадует нас это новость мы полностью сосредоточены над выпуском людей в эвриму в конце этого года невероятно звучит конечно как шутка но если учитывать ускоренный процесс создания гнездования про дона обновления ночной террор видимо разработчики реально всерьез занялись разработкой игры интересный факт конечно мое предположение таково что у эвримы и айла все больше и больше появляется конкурентов в игр в игровой стезе тот же animal survival правда сырой но будущее у игры есть не связан с миром динозавров но я знаю факт что поклонники за айл положительно относятся к этой игре а также айл оф айор надеюсь название правильно сказал и вот по последней можно сказать что она будет схожа за айл судя по последним скринам из игры и видео она конечно не превзойдет эвриму или легосе но чем черт не шутит ах да я упустил кое-что интересное разработчики в дискорде сказали нам что в ближайшее время после выхода четвертого обновления на дорожной карте в обновлении 5 гнездования они внесут корректировки то есть они покажут нам возможно уже новые механики и всю проделанную работу любители заинтриговать и все поддержать в тайне у птернадона во время появилась новая функция цепляться за скалы или деревья он словно летучая мышь висит на них это также относится скорее всего к будущему гнездованию поэтому здесь я открываю вам небольшой секрет обусловлено это скорее всего тем что разработчик в будущем хочет сделать гнездование различным для каждого вида динозавра возможно птернадон сможет делать гнезда на склонах высоких гор или отвесных скал а также деревьях но перед этим каждому виду динозавра добавят еще много новых функций многие меня спрашивают sky будет ли в игре горбозавр я слышал там новости слышал где-то там давайте я раз и навсегда закрою этот извечный вопрос да отвечаю нет разработчик запланировал в игру тех динозавров которых нам уже показали со времен первого выпуска дорожной карты вообще по своей сути во время запланировано на момент ее полного выхода в свет более 50 игровых динозавров еще одна интересная новость скорее всего в скором времени разработчики покажут и сделают нам каталог где мы конкретно с вами сможем изучать каждую механику каждого динозавра также как я говорил ранее про систему валяния в грязи динозавра скорее всего в четвертом обновлении мы его не увидим но динозавра в будущих обновлениях получит новые механики для пернатых динозаврах по типу будущего австрораптора возможно появится система валяния в пыли достаточно интересно еще немаловажная новость на карте будут появляться в будущих обновлениях пещеры кстати на тестовой ветке уже можно найти парочку таких пещер вообще пещеры планируется делать для небольших динозавров к примеру таких как дилка или дриозавр но в будущем на карте также появятся и более большие пещеры куда непременно сможет зайти и апекс ну и напоследок расскажу немного о людях в игре на первых выпусках их в игру скорее всего они будут безоружны но если вдруг ты завладеешь огнестрельным оружием не вздумай из него палить направо и налево иначе твои выстрелы будут услышаны за десятки километров какими-нибудь юта рапторами и дикая стая тебя просто разорвет на куски то время когда ты далеко будешь находиться от своего лагеря на этом у меня господа пока что для вас самая наисвежайшая новость если я упустил где-то какие-то факты обязательно пишите в комментариях ну и обязательно подпишись на канал чтобы не пропускать новые свежие выпуски и самую информативную информацию из мира и время за айл подпишись поставь большой пальчик вверх и обязательно нажми колокольчик но у меня на этом все всем пока и приятной охоты и хорошего выживания в мире за айл эврима пока пока